Академия Рогачева Вы рассказываете о изготовлении обрядов пряников Почему же они обряды? Ну я пришла к такому мнению, что пряники это все-таки обрядовая еда Не как сегодня мы думаем, что это просто угощение и лакомство А видимо в традиции, в деревне, поскольку сам процесс изготовления теста Он трудоемкий, очень капризное тесто, оно долго готовится, готовится сироп Потом охлаждается, добавляется мука, тоже охлаждается Мастер-класс у нас по выпечке, он 5 часов занимает Это все время мы замешиваем тесто и выпекаем То есть каждый день такое делать не будешь, как обычную выпечку Ну и потом, в соответствии с древними легендами Все-таки пряники, они козули называются И не как сейчас у нас уже котики появились, цветочки А раньше это были именно фигурки рогатого скота То есть именно козочки, коровки, конники, бычки То есть вся домашняя скотина, она символизирует небо небесное То есть связь с каким-то таким божественным миром И всегда это было символ богатства Поскольку коровка, она же весь дом, да, кормит нас Весь дом, весь двор И, как говорилось, козулечку подарить, прибыток в дом получить То есть вот эти вот, как вот, дар пряника Он отмечал такие важные моменты Ну вот когда гости расходились, дарили пряники, да Вот каледовщикам дарили пряники Ну, гостям Ну, какие-то значимые такие события То есть это вот все неспроста Расписывать их надо какими-то особыми знаками Или вы делаете произвольные орнаны? Ну, я стараюсь следовать традициям росписи То есть я изучаю вот какие-то фотографии В старых книгах, тоже в интернете Стараюсь, чтобы все-таки это было ближе вот к такому К традиционному, к народному Просто я вот сейчас вижу очень много Ну, такой фантазийной росписи Каких-то, там, как на 23 февраля пряник Там в виде гранаты Ну, я стараюсь такого не делать Потому что, ну, у меня такое отношение Вот, ну, надо нести традицию Надо в ней вот этот смысл сохранить Чтобы люди, ну, брали это не просто Как вот действительно угощение Как что-то такое, что нам напомнило бы А вот этой вот о старине, о том мире Который вот уходит от нас Уходит вот, ну, уходят бабушки, да, от нас Вот, они как звено вот с тем миром Как вот связь с поколением То есть раньше же люди жили вот так, ну, родами, общиной И вот я как-то стала заниматься фольклором Я почувствовала, что настолько важно для нас То есть я выросла в городе Я ничего такого не знала традиций В Питере, в Ленинграде родилась Вот, у речного вокзала И я вот занималась тоже музыкой, октяпением И вот что... Меня всегда интересовало вот все старинное такое, древнее И творчество тоже я очень много занималась Вот там вот и какие-то лепкой, вышивкой И потом я попала в ансамбль И поехала в первую свою экспедицию Это для меня настолько было потрясающе Когда я увидела, что сидят вот женщины Вот такие в возрасте, бабушки Они сидят за столом и поют И, ну, такая сила колоссальная-то ведет Я поняла, что в моей жизни не было этого И вот с этого момента как-то началось такое вот Мое серьезное увлечение То есть я стала... Я поставила себе цель в жизни В своей уделять как можно больше времени этому Традиции во всех ее аспектах То есть это и костюм То есть это я вот сшила вот себе, да Ну, то есть кулинария традиционная Ну, пряники, как такой вариант Ну и разные другие тоже блюда Которые, ну, может быть, пряники Это наиболее просто представить вот так вот А все остальные кужинки На разные праздники традиционные Ткачество, народное пение Вот какие-то обряды, связанные со свадьбой То есть, ну, мне даже довелось провести Несколько свадеб своим друзьям Это, ну, очень большая честь Потому что для меня это честь Потому что я стараюсь почувствовать Именно вот эту глубину этих вещей А где вы находите описание Вот как правильно провести русскую Древнюю свадьбу? На самом деле должно быть какое-то внутри ощущение Вот этой правды И следовать, следовать за ним Просто есть этнографы, есть собиратели Есть ансамбли, кто это возрождает Сейчас очень много этого всего можно собрать Но важно выбрать из этого то, что подходит То, что подходит в наши дни То, что можно использовать Но так, чтобы это не слишком Не трансформировать, не... Ну, как это сказать? Не слишком осовременить Чтобы осталась вот эта вот душа живая В этой традиции Ну, вот для меня это самое важное Ну, не просто такая деятельность какая-то там Или коммерческая какая-то, чтобы просто А мне важно людям донести традицию Будь это пряник Вот я дарю каждый пряник С такой мыслью, что Вот возьмите вот маленький кусочек традиции Как это у вас обзовется Ну, не важно Может быть, человек просто порадуется А действительно так радуются люди Вот берут пряник и говорят Ой, а это можно есть, а так красиво, жалко Ну, вот просто такая вот внутри возникает радость И я поняла, что раньше Ну, гораздо проще люди могли в деревне Радоваться простым вещам Ближе были к природе Вы занимаетесь обучением детей, взрослых Где вы передаете накопленное? Я сотрудничаю со всеми И с разными ансамблями Пою в нескольких ансамблях Ну, в основном я пою в ансамбле «Красное солнце» У нас такая молодежная фаперная группа Мы поем казачьи песни И у нас есть также такой проект Авторские песни в народной обработке То есть у нас такие как фолк-рок концерты И после концерта мы проводим танцы Тоже мне очень нравится с молодежью работать Мы ездили по России в разные города И вот часто после концерта мы выходим на улицу И проводим вот простые-простые русские танцы Люди не знают, что это такое Все сейчас знают там ирландские, латиноамериканские танцы Я тоже занималась Никто не знает И никто не знает, что это очень просто Что это вот буквально два притопа, три притопа И это настолько зародительно Что это могут все Могут все встать в хоровод И почувствовать вот это единение Ну, как там культурологи говорят Синкретизм То есть единство артиста-зрителя Вот, чтобы убрать это разделение Что вот там есть сцена А мы здесь потребители Как бы общество потребления Я тоже постоянно об этом думаю Я люблю интерактив на празднике Чтобы там как бы чуть-чуть рассказать Чуть-чуть спеть, чтобы завлечь А потом, чтобы мы все начали плясать Я хочу, чтобы все Чтобы все плясали Чтобы все пели Всех к этому приобщить Или заставить Или не знаю как То есть вот мы выходим после концерта Например, после нашего Пришла молодежь И у нас такой, ну, легкий может быть Какой-то фолк, рок Что-то мы пели там казачьи песни И начинаем водить хороводы Вот в Армавире мы водили Около там музея И где-то вот на балкончике Там стояла молодежь И они пили пиво И так, ну, смеясь на нас поглядывали И потом один подошел Вот на что это такое А можно там тоже Вот мы пляжем Раз-два, казачок Казак, миленький дружок Один пришел Потом привел свою подружку Потом еще потом Они оставили все свое пиво Они пришли к нам И это такая большая победа Вот я считаю, что Ну, почему Почему надо быть там Если можно быть здесь И мы можем все вместе писать Вернемся к пряникам В чем же главный секрет Чем они отличаются От знаменитых, допустим Имбирных немецких пряников Ну, сейчас, может быть Имбирные пряники Больше известны Но здесь, кроме имбиря Еще множество свет И корица И кардамон Кардамон Это именно русский рецепт? Это северный архангельский пряник Северный архангельский пряник Да, вот старинный рецепт Тоже я его узнала Меня научили, показали Я люблю вот так учиться Когда мне показали И сделать это проще всегда Такой коричневый цвет Зачем какой? За счет чего получается? Это жженый сахар Тот, который детям дают от кашля Вот, он дает коричневый цвет А роспись всегда идет белым, да? В традиции именно белая роспись Это сахарная глазурь или что это? С сахарной глазурью С пудрой, может быть Там есть разные добавки Я стараюсь как можно меньше использовать И красители, и добавок Все-таки ближе к традиции Белый, ну, может быть, чуть розовый Там, ну, несколько цветов На мой взгляд, когда лаконично Это вот проще И любой может у вас полностью От и до замешивания теста До украшения пряника Пройти своими руками И сделать такую красоту, да? Да, да, самое главное, что можно самому Да, потом есть не хочет, наверное, жалко, да? Ну, вот дети, они, например, сразу съедают Они расписывают и съедают Ну, и вообще все очень любят Вот, то есть, когда идет этот мастер-класс по выпечке Там все забывают вообще о своих проблемах И делах Все сидят только в этом Вот, в этом тесте Это же работа с тестом Вот, она настолько приятна То есть, там, весь И через все органы чувствует Вот, это, там, запах Такой вот этих пряностей Там на руками Это мягкое, там, вот, ну, тепло Что-то такое домашнее, теплое, детское Вспоминается В общем, все забывают И все сидят, вот, вот, там Месят, расписывают, раскатывают Вот, недавно у меня был в Тверской области Я очень часто, очень много езжу С разными мастер-классами И с хороводами, и с пряниками Там, не знаю, в разные В экологические поселения, в деревни Какие-то конференции Разные очень люди Ну, всем нравится Традиция, она объединяет Подошел медведь к броду Бултых в воду Ушон мок-мок-мок Ушон кис-кис-кис Вимок-викис Вилез, висох Встал на колоду Бултых в воду Редактор субтитров А.Семкин